Процесс строительства школы на Пятой Просеке запущен, об этом можно говорить официально. Самарский департамент градостроительства разместил на сайте госзакупок заявку на проектирование образовательного учреждения. Школа будет располагаться на территории двух бывших баз отдыха «Мечта» и «Экономист», чью территорию недавно передали в муниципальную собственность. Предварительный план строительства представили на встрече с жителями Пятой Просеке, но участки возведут школу на 1200 мест при работе в две смены. Проект мы используем из имеющейся в сегодняшний момент в реестре экономически эффективных, так называемый типовой проект, он уже применен. Четыре таких школы аналога построены в Ростовской области. Сама концепция именно внешнего вида расположения блоков, внутренних помещений будет использоваться отсюда. Так как школу будут возводить на месте бывших корпусов баз отдыха, то это сведет к минимуму количество спиленных деревьев, а значит лес будет сохранен. Кроме того, высота здания не будет нарушать регламент охранной зоны, знаменитой дачи Головкина со слонами, которая находится по соседству. Ранее сообщалось, что школа может быть с большим количеством мест, но реализовать такой проект не получится из-за сложности рельефа. На участке перепад высот составляет более 15 метров. «Сегодня эта работа продолжается. В любом случае, я считаю, что то, что школа будет современная, школа новая, в локальной близости, где детям надо ходить, не надо ехать через полгорода, это хорошо. Все усилия сосредоточены, сейчас все рассчитывается по дням». Будущая школа будет соответствовать всем нормам и требованиям. Классы будут спроектированы по современным стандартам. Большая библиотека, медицинское и психолого-локопедическое оснащение, спортивные хореографические залы и большой спорткомплекс на улице, столовая на 320 мест. Для родителей удобные подъездные пути и парковочные места для ожидания детей. Закупка работ по проектированию пройдет в течение ноября. Строительство уже профинансировано деньгами из федерального и областного бюджетов. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.